Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но так можно. Недаром же у нас говорят, против лома нет приема. Коробку диска предварительно вскрываем. Пришлось поработать с отверткой. Вирус он где-то здесь под крышкой. Предположительно. Ну, недолго ему осталось. Девушки отдыхают Ну, с железом, как говорят айтишники, у нас пока глухо, зато с мозгами очень даже. И с данной точки зрения за кибербезопасность страны можно быть относительно спокойными. Инна Осипова присмотрелась к тому, как это работает. Денис Шелестов стал айтишником еще до того, как пожел в школу. Когда его одноклассники учились читать и писать, он уже осваивал языки, программирование. Примерно в 7 лет я сделал свой мобильный сайт, телефон. Но это, конечно, не вышло не что круто, а просто как своя страничка была. А примерно лет 10 я уже начал серьезно заниматься этим. А в 10 классе Денис разработал приложение, которое проверяет навыки программистов. Сервис уже оценили работодатели и вузы, в том числе американский Гарвард. У школьника есть свой инвестор, который вложил в проект 50 тысяч долларов. От идеи до воплощения прошло меньше полугода. Просто Денис вовремя попал туда, где сбываются мечты айтишников. Бизнес-инкубатор айтипарка. Когда мы общались с разными техническими специалистами, программистами, венчурами, нам говорили, что, ребята, это вообще сделать невозможно. Это физически невозможно сделать на телефоне. Мы пришли сюда и нам сказали, ребята, попробуйте. В итоге мы это сделали. Казанский технопарк стал первым в России. Строили на деньги федерального и республиканского бюджетов. Вложения уже окупились. Сегодня айтипарк называют российской силиконовой долиной. Здесь есть отделение банка, здесь есть отделение связи, здесь большое количество точек питания, кофейня, столовая, ресторан. Здесь большое количество конференц-залов, переговорных, каких-то комнат для видеоконференц-связи. Шикарный, идеальный Wi-Fi. На базе технопарка работают айти-компании со всей страны и зарубежные филиалы. Вся информация хранится и обрабатывается здесь же, в дата-центре. Это огромный электронный мозг, а точнее, карта памяти технопарка. Код доступа знают только посвященные. Специальная система идентификации, которая работает по принципу биометрии. Мы просто подносим сюда свои отпечатки пальцев, система сканирует номер, я ввожу определенный код. Система информационной безопасности данных на грани фантастики. Пентагон отдыхает, шутят казанские айтишники. В этом зале ощущение, будто попадаешь в фантастическую реальность, нету огромную матрицу. Здесь зона особой секретности. Здесь хранится информация сотен компаний со всей России, в том числе и государственных. Например, Минфина. Проекты, разработанные в Казанской Телеконовой долине, уже внедряются по всей стране. Это электронное правительство, электронные генетики в школах, электронные услуги для населения. В Татарстане через компьютер можно попасть хоть прокурору, хоть в ЗАГС. Причем все это можно сделать как с терминала, так и с мобильного приложения в телефоне. То есть, грубо, сидите на кухне, решили, пора. Нажали кнопку и середку. А еще на базе технопарка в Казани работает система ГЛОНАСС плюс 112. Это и аналог 9.1.1, то есть Единая служба спасения и спутниковый контроль за транспортом. ГЛОНАСС я по именам не знаю, но это, вот это знаю, что проверяет нас это на дорогах-то. Спутниковые технологии помогли Казани снизить аварийность с участием школьных автобусов. На 97%. А еще спутниковый ГЛОНАСС, то есть ГЛОНАСС, мониторит машины чиновников. Верным ли курсом едут товарищи, сколько казенного бензина тратят, все отслеживается через смартфон. Даже путевку водитель получает электронную. Вы знаете, хороший вопрос. Чиновники отреагировали с радостью и пониманием. Сейчас мы готовим приложение, которое позволит любому чиновнику самому отслеживать свой служебный автомобиль. Сейчас в IT-инкубаторе готовят еще один пилотный проект государственного значения. Начинающий айтишник придумал систему оповещения ЗЕВС. Он предлагает подключить к специальной программе домофоны. Через них ЗЕВС будет громогласно извещать жителей о любом ЧП. Оператор заходит в программное обеспечение, мы выбираем адрес, выбрали, дальше мы нажимаем оповестить. Внимание! Проявляется проверка системы экстренного оповещения у населения. Одним из первых систем из ЗЕВС будет оснащен IT-дом. Эту многоэтажку построили специально для айтишников и их семей. Они могут арендовать здесь жилье с мебелью и бытовой техникой по фиксированной цене. Всего за 7 тысяч рублей. Даже ключи не нужны. Вход под печатком пальца. Здесь вообще шикарные условия. Мне здесь нравится все. То есть абсолютно все. Даже начинает с улицы, то, что дома огорожен. Здесь уже осознали, настоящих айтишников будущего нужно выращивать со школьной скамьи. В набережных чинах открыли IT-академию, а в Казани – IT-лицей. Помимо основной школьной программы здесь спецкурсы, например, 3D-моделирование. Вот ученики за 15 минут напечатали мне на 3D-принтере расческу. А еще здесь на уроках собирают роботов и разрабатывают собственные проекты. Наши ребята уже являются резидентами IT-парка. У них свои компании у некоторых. Они уже зарабатывают, хоть и небольшие, но уже деньги. У меня есть мечта – оставить след в этой жизни. Какой-то. Эта компьютерная игра разработана учениками лицея для детей с ДЦП. Ребенок, играя, учится контролировать мышцы. Это упражнение, в котором ребенок с ДЦП должен удерживать свою руку, чтобы собрать пирамидку, например. Сегодня весь мир ведет охота за IT-головами, говорят в технопарке. В Татарстане готовят к запуску еще более амбициозный проект «Инополис». Неподалеку от Казани строят целый IT-город с собственным университетом, жильем, новым технопарком. В общем, город будущего. Инна Осипова, Максим Зерин, Андрей Ткаченко, Евгений Савонин. Телекомпания НТВ. Республика Татарстан.